Наверное, первое, что мы не совсем правильно понимаем о переменах, которые Дух Святой производит внутри нас, когда мы становимся христианами. Потому что часто о христианстве люди думают только о внешних каких-то грубых грехах, таких как курева, алкоголь, что-то еще с этим связано. И когда люди перестают вроде пить, гулять, материться, колоться, им кажется, вот это перемены, Библия учит совсем глубже и другому. В первую очередь, чтобы внутреннее вот это царствие было у нас, праведность, мир, радость, чтобы мы имели вот Дух Христа, имели характер Христа. И когда мы имеем вот царство внутри, которое начинается, вот тот мир, ту радость, когда наше сердце наполнено той любовью, которая изливает, тогда у нас отношения будут совсем другие. Мы будем счастливы даже каким-то, может быть, резким словам, каким-то, может быть, пренебрежением, которое, особенно среди молодежи, оно часто прослеживается. И Дух Святой будет показывать, и внутренне мы будем дорожить теми отношениями, и молиться, чтобы наше сердце, оно было способно вот дорожить теми отношениями, быть чувствительными, быть теми людьми, которые уважают, которые следят за своими словами, чтобы не было грубости. Это способен дать только человек, когда он имеет отношение с Духом Святым, когда он внутренне переживает близость с Богом, переживает внутреннее общение с Богом. Если у человека этого нету, то тогда он все сводит к внешним каким-то видимым грехам, которые он не делает. Когда Бог освободит, человек даже забыл, что он уже не ругается, то есть он настолько Бог его освободил, у него он увлечен в совсем другой жизни. А вот человек, который своими силами старается, он говорит, я уже неделю не матерюсь. То есть он уже этим как бы хвалится, что я достиг, я каких-то усилий смог обуздать себя. Но в христианстве по-другому мы, выстраивая отношения с Богом, получаем ту свободу. И мы намного глубже видим те внутренние грехи, которые огорчают, приносят боль ближнему. И где Дух Святой, предупреждая, освобождает нас от этого. Поэтому, вот если мы будем только ориентироваться на внешние, тогда мы можем уклониться. Если мы будем искать Бога и позволять Богу формировать внутри нас тот царство, тогда мы начнем отображать Бога, и с нами будет интересно, и нам будет интересно во взаотношениях с нашими сверстниками, с людьми. Субтитры сделал DimaTorzok